Видео подготовлено сайтом online-gdz.net Страница 26, упражнение номер 82 Из двух городов, расстояние между которыми 846 километров, вышли одновременно навстречу друг другу два поезда. Один шел со скоростью 85 километров в час, другой со скоростью 60 километров в час. Какое расстояние будет между поездами через 3 часа? Итак, вот у нас два города. Расстояние между ними 846 километров. Первый поезд двигается со скоростью 85 километров в час. И в пути он находится 3 часа. Второй движется со скоростью 60 километров в час. И в пути он находится 3 часа. Сначала мы можем узнать скорость сближения поездов. Для этого нужно скорость первого поезда сложить со скоростью второго поезда. 85 плюс 60. 80 плюс 60 это 140 и еще 5. 145 километров в час скорость сближения поездов. Теперь мы можем узнать, какое расстояние они проедут за 2 часа. Для этого нужно 145 умножить на 3. 100 на 3 300. 40 на 3 120. 300 плюс 120 это 420. И 5 умножаем на 3 15. 420 плюс 15 435 километров он проедет. Вернее, они проедут за 3 часа. Теперь мы можем узнать, какое расстояние будет между поездами через 3 часа. Им нужно было проехать 846 километров. А они проехали 435. Нужно 846 вычесть 435. 800 минус 400, 40 минус 30, 10 и 6 минус 5, 1. 411 километров расстояние между поездами. У нас стоял вопрос, какое расстояние будет между поездами через 3 часа. Мы можем записать ответ. 411 километров будет между поездами через 3 часа. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!